шалом сим лишь даже глава лежит на постаменте это все в этом городе как его основатель забыл фамилию поселение основу нам вон туда машинки поднимаются можно сказать последняя горка спуститься подняться а потом все время на спуск здесь вид красивый открывается с горы кайфую когда еду смотрю вот так не зимки домах а высоты птичьего полета чё вот вот убили скалы скалу это уже почти срезали скалу бусину вот цель ну да вырезали кусок скалы точно поехал не обратил внимание нас целиком было и к это он всем внизу сам город вид он шикарный грузовики где-то там он внизу сейчас и мы там будем чё сейчас посмотрим как сим я когда сюда ехал такой полноводный был река была сейчас уже может вода спала сейчас уже может вода спала сейчас уже может вода спала так то место конечно шикарное здесь а кувалда была нарисована тоже наверное что-то тут какое-то металлургическое производство что-то есть наверное не грузился то ни разу семеро и я не грузился все время транзита но это может так чисто просто этот как стелла вот и спустились осталось подняться осталось подняться не буду ну и что как река да уже спала вода все было залито спала конкретно спала все он уже в своем русле он мелкая уже совсем вот так вот эти все луга были все залито вот здесь вот погнали наверх тут наверху почти все ларьки позакрывались вот так вот вот и все все ларьки позакрывались когда-то я тут срез ну я вот деревянные эти есть вот такие картины на срезе дерева покупал себе там вот здесь наверху с правой стороны до сих пор дома висит на стенке один раз свалилась правда что я тут про шляпил ватам он вообще разрешён или заключён поздно все равно вы discussed знаки просмотрел штамм на начале подъема то весело бы он запрещен цены груженые тяжело подымаются надо мостки верхние вайпа набит его на европу ходил может и сейчас будет то что этот рефри в европе был этот факт вот это но не все мы начали работать что как-то ехал закрыто все было они отработают практически все открыты что я сюда ехал все закрыто я рано ехал раннее утро еще не успели открыться просто все поднимаемся и все время спуск-спуск-спуск там уже и уфа совсем не калечим здесь закрыт тут не выдержали конкуренции сейчас мы встанем ну да сейчас нас наверно затащу на веревке упремся что там автомазик нет наверное этот самосвал с прицепом нагруженный ему тяжело подъем-то длинный приклыли блин маленькая с этого рефа думала бежать еще успею наверное его до знака бежать не успею будем ждать снова возвращаемся в башкортостан в кропачево заезжаешь там перед кропачево там начинает челябинская область и вот опять возвращаемся в республику башкортостан спустились все 650 километров и мы в сызрани к вечеру как раз приедем приехали бы пораньше немножко от времени на мойки потеряли там туда-сюда тоже надо а то сейчас она бежит сама ее налегке вообще педаль вообще давить не надо сама едет движняк конечно все соответствует пятерке маленьких много все возвращается на круги своя причем на разных номерах получается уже вот и татарские и ульяновские и ханты-мансийские вот только самосвальчик впереди это так и сунется в сборочке в рот ничего бежит чуть подъемчик и все но ничего на свои моменты умеем ждать подождем здесь уже так как за байкале не пошалишь это там сплошная не такая уж и сплошная тут сплошная причем дорогая да и ни к чему это все успей впереди право ага краснодарский пошел давай вот он нет не успевает поворот направо не видно ничего и там как раз хура выходит ждем ждем только что говорили чисто приехали значит что-то выперло у него и так выбирать не по-детски мы уже все скоро спустились равнинка сейчас холмы там за ухой пойдут конечно но это уже все горы кончились в этом забеге уже и уфауна на горизонте почти доехали что-то у него хорошо там торчит что-то выберло это все только увидят эти волкодавы сразу начнут мозг выносить сейчас уже широкая должна пойти скоро обогнать крайне сложно нынче маленьких немерено люди вырвались на свободу после карантинов кто куда может тот и едет суббота сравнить еще месяц назад вообще машин на дорогах легковых не было а сейчас вот все все вернулось на круги своя сейчас уже по Подмосковью не проедешь такое ощущение как по Забайкалью все наверно поедем до Подмосковья посмотрим на судя тут по окрестностям Уфы тут движняк идет ничего тормозим мостик мостик шайзы ну Уфа уже направо 4 километра и уже город начинается первосъезд на Уфу и ул отмечает ура добрались ты какая . не счастлива видите какая у него штукенция торчит железа какая-то что-то развалилась ну дай бог чтоб не заметили все вырвались на свободу сейчас тут довольно большой кусок у нас будет широкой дороге а он уфа где-то там далеко где михал владимирович не спрашивайте не скажу вот еду и смотрю на впереди впереди на небо и думаю а не зря ли мы машину мы не погребли не случились ли что-то там впереди все затянуто наглухо похоже там хорошие дожди поливают не ну помыть надо было однозначно потому что уже еще армянская не армянская в армению ездили оттуда грязь она уже впиталась там пьелась уже в любом случае так не замажемся здесь тягач по-любому все равно будут мыть на перед т.о на прицепе думаю до сильно страшного состояния не придет на походу впереди у нас дожди судя по тучкам вот смотрю люди во второй полосе едут при трех полосах и как-то так смотрят совершенно не стесняются германию мужик наверно евре к в 200 бы выписали бы за такую езду сразу при свободной правой едут в средней чего что за мода такая это же не мкат и не перестраиваются вот видите брат не перестраиваются три полосы едет в крайне правой в левую перестроился обошел и все приходится поправим правой край не обходить неправильно как-то а вот и дождик будем надеяться что сильно не вымажемся что по асфальту е-мас на ремонт так только если как таковых тут сильных что-то не припомню поэтому надеюсь что приедем чистенький конечно по сухому было намного приятнее но вот к Уфу прошли и говорю все погода решила кардинально поменяться сейчас зато зверушек отмоем дождик такой бородия еще вот вторую полосу не открыли до конца все что-то капошится там капошится я думаю скоро откроют опять платон упал засранец что-то согнали нас куда-то непонятно на параллельную дорогу полностью объезд какой-то километров 7 мост у них там рухнул или что месяц назад все было нормально тут я точно не ехал она нашей мойки сейчас уже будем вылазить обратно на нормальную пятерку потому что старая какая пятерка что это тут никого по прямой не пускают всех сюда завернули блоками заложили дорогу в чем причина непонятно скорее всего наверное или асфальт смыл или мост какой-нибудь смыло что всех в объезд в обе стороны чего там случилось все торговцы медом сюда перебрались ну видится блоками заложено 500 не видно ничего там да нет такой объезд далеко так был скорее всего в поселке в самом что-то происходит может так что дорогу разрыли может какие-то трубы ложат или еще что ладно выбрались все равно уже а вон там на этом щите сзади ничего не объезд и все схема объезда что-то делают что-то сдарывается медом так на каждом углу торгуют видишь башкирский мед на каждом перекрестке ох какое здесь водохранилище классное большое а башкирский мед знаменитая штука это растут кумысом напоили чуть больше не хочется пацаны купили верно попробовать не пошел давно правда это было у нас бригадир появился локомотив у состава еще тут самара 308 еще до 434 нам еще до сызрани газ интересным баллоны польские заправляют вряд ли наверное здесь еще тут наверно вряд ли губок счастливого пути все до свидания башкирия Ну, уже почти еще нет. Андреевик, привет! Забыл название поселка. Серафимовский был, да? Да, да. Андрей, Серафимовский поселок, привет! Спасибо за угощение! Слегка нас тут харчанку поколпал. Спасибо огромное! Мы стояли. Пять минут, не пять минут, полчаса кофе попили. Больше времени нету. Надо ехать. Слишком поздно в Сызрани приехать тоже не хочется. Спасибо за угощение! Успехов! Всех благ! Да как Дзи, это Дорста? Дальше там? Дальше, дальше. Я думаю, сразу здесь начинается. Да, вот здесь участок. Вид с холма тоже шикарный. Где бывший пост. На повороте на Октябрьский. Не будем превышать. Будем чтить уголовный кодекс. Вид тут красивый, когда подымаешься. Вид тут красивый, когда подымаешься. А сейчас мост будет. Как Андрей сказал, мост называется мост два часа. Сразу на два часа разница будет. По времени. Сейчас получается пол седьмого по Башкирскому. То есть мост переедем и станет пол пятого. По Москве. А мы же даже, по-моему, кусочек Оренбургской области цепляем. По-моему, здесь, да? Да, будет. Небольшой. Татарстан, потом Оренбургская. И потом уже в Самарскую заедем. Я так понял, там вот дорогу все делали, делали. Наверное, по Башкирии вообще полностью хотят. До Татарстана полностью двойную заделать. Вообще будет огонь. Да, вот она река Ик. Мост два часа. Пол седьмого. И все. Уже пол пятого. Республика Татарстан. Татарстан, здрасте. Давно не были. Ну, здесь же немного Татарстана. Тут буквально сейчас Бавлинское кольцо проедем. И все. И там уже и Оренбургская начнется. А там и Оренбургская тоже чуть-чуть. А там уже и Самарская. Губерния. И опять плюс час добавится. О, блин, скачки во времени. Кстати, почем, не посмотрели, почем в Татарстане топливо. Погнали по Татарстану. Еще как тут у нас баллы поживают. На кольце сто процентов. Тут, по-моему, чтобы могли в стационарно стоять. Тут же пост был или сейчас его уже нет? То, что машинка тут постоянно стоять, так это факт. Иркутску восстановиться налегка. Е-мое, мы таких номеров не знаем. Вот, например, в токси. Е-мое, мы жарим. На чем-то скачки на Татарстане. Е-мое, на чем-то так. Скачки на 20. Понятно. Он как-то ушел. С левой стороны шофа пустая очень. Выдевшите допустимую скорость. шума понравилось здесь если посмотреть на лобовое стекло то наших мой чушь и ничего не осталось лобовик каким был таким вернулся на круги своя я думаю морда такая же пока тоже еще не сделаешь дождик прошелся и все пожалуйста мурзатенькие становимся опять не такие какие были все равно во надежда по сухому добежать надежда умерла все вот сколько тут здесь километров от бавлинского кольца отъехали пожалуйста оренбургская область началась сейчас немножко оренбургской и за рулем самарского все меняется прямо течение часа где-то в самарской сменимся парни собрались толпой обогнать сложновато все там уже дальше знак а приветствую привет подписчик С Дальнего Востока. Счастливо. Подписчик на встречу поехал. Удачи, дружище. Что, у нас смена. Короче, что мылись, то практически зря. Понятно, что все равно не такая, конечно, как была. Но все равно замурзали. Лукойл какой-то заехали. Водички купить. Ой, полетник даже смотреть на него не могу. Страшно. Поменяемся. А Владимир дальше поедет. Осталось 250 километров до Сызрани. Но все равно не такая. Почище, чем была. Да, да. По-сухому была бы вообще огонь. Офига себе там тучки над Самарой. Такой меня везешь. Сейчас что-то будет серьезное. Темнело, как будто ночь на дворе. Какой проза там, волн не сверкает. Сейчас ленет. Не, мы уйдем сейчас. А, это же уже вот обездная Самара пошла, да? Тогда вот на Волгоград это туда, когда я на мойку езжу. Ты так и мне домой. Тебе домой? Сейчас по рации и крикни. Пацаны, возьмите до этого. Меня завтра не загрузят. Саратов прямо, блин. Саратов. Да. Не, я чувствую, мы сейчас вот что-то, наверное, может стороной пройдет. Что-то очень деловое такое. Смотри, какие тучи. Там такой замкат классный. Тут такие тучи зверские. Ну да, может быть нас и пронесет. Сейчас посмотрим. Выходим уже на объездную. Ну не на объездную, а эту. Самара, на автобан. Самара-Тольятти. На широкую. Тут что, надо дорогу уступать. Наверное. Надо, надо. Не, наверное, все-таки тучка левее осталась. Мы, наверное, свинтим от нее туда. А там под самой Самарой. А мы туда, в сторону заката. Красивый закат, да, такой? Тучи. Там облака. Солнышко вон. Спать собралось уже. Время без двадцати десять. Тут, по идее, в Тольятти по выходным. С десяти утра до десяти вечера движение запрещено якобы здесь. Не знаю. Вот все едут. Видите, с той стороны поток идет. Мы проехали. Никто нас не остановил. Никому мы не нужны. Заруливаем на Жигулевскую ГЭС. Как тут она в потемках выглядит. Ох, какая там вода пенистая вся. Сбрасывают воду, что ли. Сбрасывают. Смотри, сколько воды. А, высоко. Что-то так не видно. А, высоко. Такое ощущение, что через верх вольются. Ага. Воды очень много. Да. Уровень большой. Вон он. Прямо вот она. Вот она прямо плещется. Поэтому там и пены с такого сбрасывают воду. Наверное. Прямо вот она. Здесь. Что-то и не рукой достать можно. Сука нам осталось. 80 километров. И мы на месте. Прибыли наконец-то. На эту же стоянку заезжаем. На которой ночевал, когда сюда ехал. Хорошая стоянка. Большая. Вы прибудете в конечный пункт через 100 метров. По-моему, это Джекчелбур, который меня запускал. Приветствую. Здоровья. Слушай, у нас, короче, забронируем на гостиницу. Мы в гостинице начать будем. Что? Стоянка платная, все равно. Тогда дорожная сеть. Слышимся. Слышимся. Дорожная сеть. Дорожная сеть. Дорожная сеть. Дорожная сеть. Все равно стоянка платная. Да, братцы, пойдем ночевать? Да и ложись себе, завтра там на выезде. У меня был открыт шлагбаум, когда я выезжал. Так-то надо квиток. Пойдем ночевать в гостиницу. Да, стояночка, конечно, огромная. Я тут ни разу не был. Я тут, когда ехал сюда, первый раз начевал. А почему в гостиницу? Сейчас расскажу. Когда придем туда, на место. Сейчас соберемся. И подчапаем. Номер два. Это типа вот сюда, что ли? Я ж с селу, я ж не знаю, что надо делать. О, е-моё, работает. Вау. Заходи, заходи. Заходите, Михал Азенович. Будьте как дома. Не забывайте, что вы в гостях. О, вот тут мы будем бичевать. Рассказываю, почему. Загрузка завтра на каком-то суперстратегическом предприятии. На которое, как всегда, что? Белорусов не пускают. Здрасте. Поэтому завтра Михаил Владимирович к восьми утра поедет к Арбайден. А кто-то будет спать. А кто-то будет спать. Пароль Wi-Fi. Телевизор. На кнопочку надо нажать. Ну а что делать, если предприятие стратегическое? Смотри, даже работает. Нифига себе. Так что вот такие пироги, братцы. Начальство оплатило, фирма оплатила номер. Потому что завтра, что, где болтаться, пока Миша будет грузиться? Поэтому... Ну а одноместное, двухместное, или тем более, что мучиться в кабине вдвоем? Ну, разница по цене совсем маленькая. Поэтому оплатили нам двухместный номер. В общем, здесь ночуем. Завтра Миша едет работать. Ну а мы будем его тут дожидаться. Что? Всем спокойной ночи. Где будешь спать у окна? Я буду спать у окна. Да ради бог. Поскольку я работаю, значит я выбираю лучшие места. Дискриминация. Ну вот как-то так. Дискриминация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.